Нельзя рассказывать. Меня в Динамо выгонят. Что это было? Походу прогрессировалось. Даже если снижение зарплаты. Послабее бы, если команда была, чем в Динамо, в Европе. Всем привет, друзья. С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. И это очередной выпуск про Дик-Пенальти. Сегодня у меня в гостях Миша Осипов. Миш, привет. Михаил Осипов. Полузащитник футбольного клуба Динамо Барнаул. Сейчас мы с Мишей пробьем серию пенальти. И там уже посмотрим, позадаю ли я Миша вопрос или нет. Поехали. Первый вопрос. Твоя самая дорогая покупка? Скорее всего, телефон. Айфон? Ну, многие сейчас, так, кого имя спросить. А, Марк? Айфон? Какой? Иксельный. Понялся. Второй вопрос. Расскажи какую-нибудь зашкварную историю, связанную с собой, которая была на протяжении той же самой, может, такая интересная. Нельзя рассказывать. Меня в Динамо выгонят. Не, ну мы с чего эти имена запикаем? Либо можешь вместо имен, там, мистер икс. Да, самая такая история, это когда в гостиницу приехали, в Омск. Когда приезжаем, заселяемся, уже мы с Димкой по-моему жили. Все, вещи раскладываем, вложимся на постель. И у меня просто грязная подушка. Просто грязная подушка. Я смотрю, это что? Он такой, да, это, скорее всего, уборщик. У меня переворачивала, прям грязь такая. И все, мы сходили на обед, приходим. Ну и все, заходим в туалет, руки мыть. И там в унитазе просто не смыто кто-то сходил и не смыл. Мы с Димой просто вот так за голову беремся. Что это было? Ну, это одна из таких историй. Все, хорошо. Третий вопрос. Ты как игрок все-таки российского футбола. В чем, по твоему мнению, проблема российского футбола? Ну, скорее всего, из-за зарплат больших, что молодежь получает огромные деньги и не хочет как бы развиваться. Ну, как правильно развиваться? А скорее всего, уезжать отсюда, потому что... В зоне комфорта. Да, да, в зоне комфорта зарплата капает, они играют. Если у них чуть поменьше зарплаты, игроку приглашают, они бывают просто отказываются. Я считаю, это неправильно. Похода прогрессировалась. Даже если достижение зарплаты, ну, там ты более, как правильно сказать, на виду. И в таких ключевых командах, грубо говоря. В хороших лигах. Я ничего не говорю про наш РПЛ. Ну, там все-таки у нас полегче в топ-5. Сам бы поехал бы даже, ну, не в такие прям топовые европейские чемпионаты, но даже послабее бы, если бы команда была, чем Динамо, в Европе. Поиграл бы? Ну, скорее всего, да. Потому что охота в Штаново попробовать. Почему бы и нет? Все, хорошо. Миша, спасибо тебе большое за вот такое маленькое интервью. Я, конечно, я возьму у тебя реванш. Стараюсь забить Си-5. Ну, и теперь ты победил в пенальте. С тебя теперь два наказания для меня. Ну, первое, скорее всего, нам в эту субботу нужна поддержка, Брасси Владис. Ты будешь заводить трибуны. Хорошо. Все 90 минут. Стараюсь с барабанами? Да, с барабанами. Нам-то поддержка, дикая поддержка. Ну, а второе... Ну, это такое легенькое, как бы, сейчас было. Можно просто с ним заводить. Ну, давай так же. Все то же самое, только приходишь на первую игру сезона Динамо в Арнову. И заводишь нас. Хорошо. Все. Все, договорились. Миш, спасибо тебе большое. Ну, и теперь последний вопрос, который не относится к всем другим. Назови трех людей, которые ты бы хотел убить в рубрике про гибли пенальти. Давайте так, 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 так. Давайте, Влад Хмелевский, Виктор Ликин. Ну, и главный ученик Александра Суровцева. Все, хорошо. Миш, спасибо тебе большое. Ребята, обязательно подписывайтесь на Мишу в Инстаграме. Ссылочка обязательно на него будет. С вами был Андрей. Канал Футбол.Жизнь. Миша Осипов. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok